Добрый день! В эфире Ильявонг ТВ. У нас в гостях чрезвычайный полномочный посол Республики Беларусь, Республики Армения Александр Владимирович Канюк. Добрый день, Александр Владимирович! Спасибо, что приняли наше приглашение и пришли в нашу студию. Александр Владимирович, расскажите, пожалуйста, как развивались армяно-белорусские отношения в прошлом году, в каких сферах были зафиксированы наибольшие успехи, прорывы, какие планы на этот год? Ну, во-первых, Зара, позвольте вас поблагодарить за то, что вы пригласили на это интервью. Наши встречи становятся уже системными. В прошлом году мы в марте встречались, поэтому я уже за год изучил кое-какие армянские слова. Я могу поприветствовать вас, Барлиюс. Действительно, как я уже сказал, год я здесь нахожусь в качестве посла и уже возможно подвести какие-то итоги развития армяно-белорусских отношений. В отношении, в отличие от предыдущего моего интервью, которое было только, скорее всего, какие-то прожекты, какие-то были намерения или на цели ставились, здесь уже можно говорить о каких-то конкретных результатах. Но я рад констатировать, кстати, статистику я как-то таковую переводить не буду, потому что она еще уточняется. Эти вопросы уже статистически будут известны и четкие показатели где-то в феврале месяце. Но то, что у нас в армяно-белорусском торговом сотрудничестве наблюдается рост, это факт. Это однозначно мы приросли в этом отношении две страны и по экспорту, и по импорту. В необходимых объемах. Поэтому я как посол хочу с удовольствием это констатировать. Причем коснулось это различных сфер, ну и, скажем, промышленная сфера. Мы по-прежнему действуем и работаем в Армении и наше предприятие «Могилев-Лифтмаш». Буквально перед тем, как сюда приехать, я встречался с генеральным директором «Могилев-Лифтмаш» в Белоруссии, который приехал в Армению, в Ереван, решать очередные проблемы. Проблемы хорошие. Мы участвуем в замене лифтов в Армении и будем впредь участвовать. Прошлый год был несколько такой не очень благоприятный в этом отношении, но на текущий мы намечаем очень серьезные планы. Более того, не только поставка лифтовой продукции, лифтов, уже идет речь о том, чтобы здесь сборочное производство организовать в Ереване. Уже об этом был разговор и с министром экономики. И вообще не только сборочное производство, где-то какая-то должна быть на каком-то уровне. И должно в Армении, в Ереване это производство наладить. В определенной степени, конечно, с помощью наших белорусских коллег. Это одно направление. Очень успешно сработал в прошлом году МАС, наше предприятие ведущее, Минский автомобильный завод по поставке техники, особенно автобусов. Я, кстати, хочу просто в связи с этим сказать, что Беларусь тоже в тяжелых условиях оказалась, вы знаете. Санкционные списки, санкционные там различные дела. Но, тем не менее, несмотря на это, у нас объем промышленного производства увеличился на 67%. А экспорт увеличился, насколько, по моим данным, порядка 23,4%. Даже говорят, что, опять-таки, итоги еще будут подводиться, более 30% увеличился экспорт. Скажем, наше предприятие МАС, оно работает с колес. Поставка продукции и в Россию, и в другие страны. Мы с помощью Армении в прошлом году заключили очень серьезный договор с третьей страной на поставку электробусов. Я думаю, что эта тенденция будет продолжаться. Ну и, естественно, поставка продукции промышленной и сельскохозяйственной. Это молочная, это мясная продукция. Здесь очень любят наши продукты, я знаю. И уже я за год убедился в этом, мне многие об этом говорят. Я даже, когда уезжаю в командировку, приезжаю сюда, обязательно привожу своим друзьям белорусские подарки, сувениры, в том числе и продовольственные. Очень любят нашу продукцию. Поэтому и в этом году будет та же тенденция, будет тоже развитие. Скажите, пожалуйста, какие сложились предпосылки для проведения в Беларуси конституционного референдума? Предусматриваются ли кардинальные изменения политического устройства? Да, это очень серьезный вопрос. Мы готовимся, президент наш обозначил, что в конце февраля будет референдум. И мы будем его проводить, в том числе и здесь, в Армении, с нашими гражданами, которые будут участвовать в этом референдуме. Основание, в общем-то, очевидное. Я юрист, я получил классическое юридическое образование в Беларусском госуниверситете и понимаю, что через какой-то определенный промежуток времени законы должны меняться. Это объективная вещь. Они не могут не меняться. Меняются системы, меняется общество. Естественно, и Конституция, как основной закон государства, должна также идти в ногу со временем. Вот сейчас такое время подошло. Я не хочу анонсировать всех тех изменений, которые предусмотрены в Конституции. Время покажет, референдум покажет, какие будут приняты, какие наш народ не примет. Но то, что изменится политическая система, если они будут приняты, эти поправки, это очевидно. И причем, наверное, будут очень серьезные изменения в политической структуре, в структуре государственной власти, органов власти. Но чего стоит, скажем, вопрос, когда в системе государственной появляется новый орган? Или когда некоторые статьи Конституции изменены и касаются сроков нахождения президента у власти? Это очень серьезно, это очень важно, в том числе и для нашего государства. Поэтому в ближайшее время, уже буквально через месяца-полтора, будет этот референдум. Я думаю, как президент анонсировал, так оно и будет. И мне так представляется, что мы даже по этому поводу с вами еще отдельно поговорим, когда уже все это будет де-факто и де-юре. В Беларуси недавно был принят закон о геноциде белорусского народа. Расскажите подробнее об этом. Сложный вопрос. Но, опять-таки, я буду говорить как юрист, и где-то, наверное, с поправками на то, что я сейчас дипломат, посол. Уникальная ситуация для меня, что именно в тот момент, когда я нахожусь здесь, в Армении, для страны, в которой вопрос геноцида является очень важным, практически один из определяющих в политике. И в это время у нас принят закон о геноциде белорусов. И я, конечно же, не могу не воспользоваться возможностью, чтобы изучить вот эту тему, этот вопрос. Я не буду скрывать, я уже готовлюсь ко встрече с людьми, которые занимаются серьезной этой темой, с учеными. У нас в планах нашего посольства посещение института и музея геноцида армян. Я уже подобрал определенную литературу, в том числе и зарубежную. Я знаю, у вас есть очень серьезный ученый, он живет во Франции, по моему фамилии он Геворкян, он написал полную историю геноцида армян. Эту книгу я сейчас тоже истребовал, чтобы она была у меня. И я намерен изучить вот эту историю геноцида армян применительно к тому закону, который сейчас у нас касается геноцида белорусов. Что касается своевременности и несвоевременности появления этого закона, то я расскажу это в свое личное мнение. Это не официальная точка зрения. Почему сейчас? А почему не, скажем, раньше? Не 20, не 30, не 40 лет назад? Ведь это случилось в 41-45 годах, а только сейчас об этом заговорили. Ну, наверное, во-первых, для этого сложились обстоятельства. Исторические, политические и другие, чтобы пришло время об этом говорить. А может быть даже не то, чтобы пришло время, а есть необходимость об этом говорить. Ну, люди, белорусы вообще люди скромные. И в силу скромности, может быть, каких-то других причин, мы никогда на вопрос этот не ставили. Но когда в настоящее время идет неприкрытое давление политическое, экономическое и различное другое на нашу страну, когда те, кто нас в свое время уничтожал, сейчас пытаются нас учить жить, наверное, как вот сейчас президент обозначил, нынешний год он является годом исторической правды, в том числе и правду о тех годах в 41-45. Вот эти вот причины, наверное, почему этот закон появился, почему об этом надо говорить. Мы поставлены в такие условия, что мы должны об этом заявлять, мы должны, наверное, пересмотреть некоторые свои позиции, убрать ненужную скромность. Вот посмотрите, как это сделали. Ну, генетит армян уже более ста лет об этом тема звучит. А Холокост? Вот они правильно абсолютно все сделали. Молодцы, так и надо. Столько людей уничтожили, потому что они евреи, или потому что они армяне. А почему уничтожали нас? Потому что белорусы. Потому что сопротивлялись. Не так, как другие стали на колени или руки подняли. Сопротивлялись, были партизанские отряды, воевали по-настоящему. Поэтому уничтожали, потому что белорусы. Или потому что жили в Белоруссии. Там же не только были белорусы, были и русские, и армяне, и евреи. И уничтожали как белорусскую общность. Вот поэтому возникла такая необходимость. Но опять-таки говорю, это моя личная точка зрения. Это еще время покажет, как это, почему. Но вот я с тех заявлений наших политиков, нашего президента, сделал такой вот для себя вывод. Почему именно сейчас? На конференции «Семь лет членства Армении в Евразийском союзе» вы тогда отметили, что ЕАЭС доказал свою состоятельность, и что народы не могут жить без интеграции и взаимодействия. Как вы видите дальнейшее развитие союза, и может ли быть туда включена также политическая составляющая? Я за прошлый раз политическое заявление такое сделал, очень громкое. Ну как громкое? Я сказал, что там сейчас вот Евразийск, я еще высказался о союзном государстве нашем, России и Беларусь, помните, да? Я там сказал, что еще там стран не хватает некоторых. Поэтому я сейчас, наверное, буду более аккуратен в своих высказываниях. Ну а что касается ЕАЭС, то буквально недавно в ноябре мы встречали очень такой солидный форум. Приезжали пять правительств, главы правительства здесь, в Армении, под экидой Армении проводилось очередное заседание ЕАЭС. И звучали вопросы, что, наверное, вот эти страны, входящие в Евразийск, они смогут выжить друг без друга, они смогут выжить самостоятельно, если не будут входить в это объединение. Да, есть другие объединения, но для нас оно наиболее близко, оно наиболее эффективно, оно показало свою эффективность. Отчего стоит тот факт, что на это объединение уже обращают внимание страны, которые не соприкасаются границами с нашими странами, такие как Вьетнам, Индия, ну и другие очень серьезные организации, вернее, серьезные страны. Они заинтересованы, они видят, как это все развивается, они видят преимущество пребывания в этой организации. Поэтому я считаю, что никакого вообще другой альтернативы и никакого другого пути не существует для наших стран. Только находясь вот в этом объединении экономическом, можно будет достичь каких-то положительных результатов. Так я это вижу. Вот вам факт такой. Благодаря нашему членству Еврозес, я вам сказал, наш завод МАС работает с колес. Он не успевает выпускать продукцию. Буквально недавно 600 единиц продукции ушло в Ленинград. Для меня до сих пор Ленинград никак не могу привыкнуть к Санкт-Петербургу. Пусть будет Санкт-Петербург. И так по многим предприятиям. Наши предприятия сельского хозяйства работают с колес. И не только наши, и другие. И казахи, казахстанские, и армянские, и российские. Взаимовыгодный обмен при наличии определенных преференций. Налоговых, таможенных и так далее. Нет альтернативы. Говоря про союзное государство, куда входит Россия с Белоруссией. Расскажите, пожалуйста, о сильных сторонах этого союза. И какие вы страны видите потенциальными членами этого союзного государства. И может ли это объединение стать чем-то похожим на СССР-2? Я сам человек из СССР. И, конечно же, я бы очень к этому нормально относился. Вот какой наш оператор, который сейчас с нами присутствует, он тоже из Советского Союза. И он вспоминает те времена. И вот он у меня сейчас не даст солгать, а скажет, что как здорово было, когда мы жили в одной стране, когда была сильная страна, когда развивались, когда было четкое понятие, что кому нужно. Но я не хочу говорить о том, что будет там, Советский Союз не будет, не в этом проблема. Но то, что вот это союзное государство, которое существует в России и Белоруссии, это эффективное образование, это факт. И я тоже, опять-таки, сейчас уже, ну, знаете, я был прокурором генеральным, да, сейчас я дипломат. Я мог тогда позволить себе некоторые выражения, которые не может себе позволить сейчас дипломат. Поэтому я бы не стал говорить, какие страны могут быть потенциально членами союзного государства. Но, посмотрите, не я это сказал. Вот уже сейчас ведется дискуссия о Казахстане. Ведется дискуссия и о Армении. Ну, а как оно будет? Время покажет. Хотя, конечно, чем больше, на мой взгляд, стран будет в этом союзе, тем лучше. Я даже знаю, помню фразу нашего президента, он так, у нас такой оригинальный человек, он любит емкие формулировки. Он сказал, что это объединение будет круче, чем Евросоюз. Это он сказал, это не я сказал. Но оно так, наверное, и будет. Потому что, учитывая, что все мы из Советского Союза, нам не нужно ничего преодолевать. Наш союз, по определению, он, наверное, следует из нашей генетики, из нашей дружбы. Мы же раньше жили в одном государстве, у нас не было никаких проблем. Будь то армяне, которые являются нашими братьями, и по крови, и по вере христиане мы с вами. Или Таджикистан, или Казахстан, у которых вера другая. Или Грузия. Но абсолютно общие интересы, общие интересы. Поэтому, конечно же, чем сильнее, чем больше будет государств в этом союзе, тем сильнее оно будет. Понятно, что суверенитет, независимость, это все нормально. Но в этом союзном объединении все это можно сохранить. Есть еще одно объединение интеграционное на евразийском пространстве. Это ОДКБ. И, как мы недавно увидели, оно резко подняло свой авторитет, свои миссии, операции в Казахстане. Еще в прошлом году, когда мы с вами встретились, вы про ОДКБ сказали, я позволь себе процитировать, «Эта организация нам очень нужна, и я уверен, что она и в будущем будет способствовать наиболее правильному, оптимальному решению многих политических и, не дай бог, военных вопросов». Как мы увидели, это произошло в этом году. Как вы считаете, это было единичной акцией или можем уже говорить о том, что это объединение, оно состоялось и впредь будет иметь большее влияние на политические процессы, на вообще процессы, которые происходят в странах, членах этого союза? – Сама жизнь показала, что ОДКБ необходим. И то, что сейчас случилось с Казахстаном, я считаю, что вот эта ситуация поправилась, она выправилась. И стабилизация у наших друзей в Казахстане наступила именно благодаря ОДКБ. ОДКБ и все об этом говорят, и президент Казахстана об этом говорит, и все наши президенты, которые участвовали в этой акции. Но я тут хочу сказать, просто вот, ну, у меня настолько уважение к вашему правительству после всего, что произошло, повысилось, увеличилось, выросло, когда глава Армении, глава армянского правительства четко сработал, четко все сделал, то, что от него требовалось. Сейчас же ОДКБ председательствует Армении. Он практически за одну ночь, там, за один день все это сделал. Если бы этого не было, так вот четко сработано вашим премьер-министром, я не знаю, как там дальше события развивались бы, но они развивались очень плохо в Казахстане. Ну, а если говорить о ОДКБ, тем более, видите, я тогда эту фразу допустил, я говорил австрактно, я человек военный, я из вооруженных сил, я большую часть своей жизни прослужил в вооруженных силах, я генерал, для меня, конечно, ОДКБ, военные организации, как я могу к ней относиться, только с таким, с приоритетом, даже, может, по отношению к другим организациям. А вот то, что произошло сейчас в начале года, это доказало состоятельность ее не то, что на 100%, вообще даже об этом разговора нет. Я не хочу говорить о том, что там, как она будет дальше действовать, будет ли использоваться, но есть устав ОДКБ. И если условия устава одной из статей позволяют прибегнуть к ее помощи, так, наверное, это нормально будет, это по определению для этого она создавалась. И когда пять президентов в один голос сказали, что эти условия полностью соответствуют статье устава ОДКБ, ну о чем еще можно речь вести? Конечно же, ЗАРА это не понравилось некоторым в мире, но кому понравится, что существует такая мощная военная организация, которая способна выполнять задачи, причем очень быстро. Ведь люди в шоке были, в том числе и наши наблюдатели сторонние от того, как это все быстро произошло, как быстро ввели миротворческие силы в Казахстан. Конечно же, это не очень нравится людям, некоторым, в том числе и нашим партнерам, будем так называть их хорошим словом, хотя, может, оно и не совсем так. И за этой организацией я от своих слов не отрекаюсь, еще раз говорю, за ней будущее. Это очень важно. Она показала, эта организация, что если в наших странах, которые входят в эту организацию, существуют проблемы, которые вызваны внешними причинами или внешними какими-то событиями, она не останется в стороне, она обязательно поможет. И это произошло. И я думаю, что так оно будет и впредь. Это остудит и уже остудило многие горячие головы, которые там, возможно, строили какие-то планы свои. Вот вам конкретно пример. Все пять стран как одна поднялись вместе с Россией и помогли людям. Поэтому ее трудно переоценить, эту организацию. И она будет существовать, она будет, я уверен, развиваться. И дай бог, чтобы она была. Иначе сложно будет. Мы видим, что продолжается такое напряжение, обострение Запада с Россией и Белоруссией. Как вы можете прокомментировать складывающуюся напряженность с западными странами на границе с Белоруссией в условиях миграционного кризиса? Опять-таки много дискуссируется этот вопрос, миграционный кризис. Тут, кстати, вместе же говорится еще и об этом инциденте, связанном с посадкой самолета. Буквально недавно ИКАО публиковало свой отчет, который 31 числа якобы будет обсуждаться. И уже сейчас говорят о том, что наша белорусская версия, она является основополагающей. Что никакого здесь подтекста политического не было. Исключительно безопасность. Так и миграционный кризис. Сколько было всяких заявлений, всего. И что в конце концов получилось? Тоже вы знаете, что к нам перебежал польский солдат, пограничник, который участвовал в этих событиях. Я не хочу сейчас комментировать его слова, не хочу вообще переводить их. Но то, что он рассказал, это просто ужасает. Это никак не вписывается в ту схему, которую предлагает нам Европейский Союз. А в частности его две страны, Литва и Польша. Ведь, по большому счету, кем был создан этот миграционный кризис? Теми странами, которые пытаются помочь. В Ираке, в Афганистане, еще в других странах, в Сирии. Ну вот они допомогались. Что люди не знают, что у себя в стране делать и вынуждены оттуда убегать. И куда они бегут? В страну обетованную. В Германию, в Евросоюз. При чем тут Беларусь? Они что, у нас будут оставаться? Они не хотят у нас оставаться? Они же хотят в Европу, в Евространы. Видимо, там настолько здорово им, как кажется, что уже лучше ничего не может быть. Поэтому так получилось, что Беларусь именно страна, через которую проходит путь. Мы же не могли запретить тем же иракцам, или сирийцам, или афганцам лететь через нашу страну. Мы же не имеем этого права сделать. Поэтому вот эти все утверждения, фейки о том, что именно Беларусь создала и так далее, создали европейцы, которые не пропускали тех, кого звали в свое время к себе. Ну, где логика? Вы же обещаете, принимаете и так далее, как в свое время Италия и Сомали. Поэтому вот эти все безосновательные утверждения. И в конце концов этот кризис сам себя, я думаю, исчерпал или почти исчерпал. Его скоро не будет. Потому что в свое время было принято правильное решение, в том числе и нашим президентам. И я уверен, что пройдет время, и все эти вещи скроются. Кто избивал этих мигрантов, кто там травил их газом и так далее. Все это со временем все установится. Я даже не беру, еще раз говорю, я не хочу комментировать слова этого солдата. Он о таких страшных вещах рассказывал, что там творилось с этими мигрантами, что творили его же соотечественники, поляки и так далее. Время покажет. Какие ваши прогнозы на 2022 год в геополитике в целом и на евразийском пространстве в частности? Прогнозы, конечно, сложно делать. Зара и я постараюсь сделать это как можно более корректно. У меня нет столько информации, как у наших глав государств. С точки зрения человека, как дипломата, все-таки я имею эту информацию. Мне кажется, что пройдет время и даже в этом 2022 году все-таки все станет более-менее на свои места. Ведь что там говорится? В 2020 году была предпринята попытка уничтожить белорусское государство. Вот каким оно сегодня является. Были перед этим попытки на Украине, которая удалась. Сейчас в Казахстане не удалось. Белоруссия не удалась. В Киргизии прошла. И мне кажется, что особенно на примере Белоруссии и Казахстана, те заказчики, которые все это пытаются сделать или которые пытаются немножко расшатать геополитические структуры в мире, они одумаются. Ну, в конце концов, людские судьбы, людские жизни, наверное, все-таки ради них стоит это все сделать. И не заявления какие-то делать по поводу того, кто легитимен, кто нелегитимен. Все гораздо, наверное, проще. Есть заказчики, есть цель, есть проплаченные люди, которые все это делают. Но благо, что я, поскольку представляю нашу страну, Беларусь, благо, что в нашей стране этого не произошло. Мы не хотим этого. Да, появились деятели, которые сейчас находятся в Европе. Я не могу их назвать оппозицией. Это не оппозиция. Оппозиция – это люди, которые предлагают какие-то реальные вещи, чтобы улучшить жизнь, чтобы улучшить положение в стране, чтобы люди жили лучше. Но когда человек уезжает за рубеж и призывает на свою страну все несчастья, которые только можно вообще себе измыслить, ну, какой он оппозиционер, какой он белорус. Я все могу воспринимать. Понятно, в сожалению, скажем, о своей семье, о детях и так далее. Но есть же более такие вещи святые, есть вещи более основополагающие, которые… Человек не может так действовать, если он является белорусом или армянином или казахстаном и желает для своей страны только всего самого плохого. Санкции, разрывы контрактов, экономическое ухудшение, понижение зарплаты. Ну, какая это оппозиция? Я почему немножко крем сделал? Вы меня спросили вообще о Бире. А я говорю конкретно о нашей стране, потому что она является на сегодня, наша страна, форпостом. Показательным в этом отношении страной, которую предпытаются принудить к тому, чего он не хочет. Вот такой мой прогноз. Я думаю, что люди одумаются. Я думаю, что сделают выводы, что, наверное, хватит смертей. Посмотрите, что в Казахстане произошло, сколько людей погибло. Правда, об этом молчат. Ну и хорошо, что молчат. У нас там было несколько буквально жертв, об этом говорили полгода. Вот такой мой прогноз, Зара. Спасибо вам большое за то, что вы еще раз меня пригласили. Я очень высоко ценю контакты с вашим агентством. Я постоянно слежу за вашими публикациями, за развитием вашего агентства, по вашим сайтам. Спасибо. Александр Владимирович, спасибо большое за интересное интервью. Шнурак, алютюр. Редактор субтитров А.Семкин